еще одна посадка лука следующая партия я 2 в козероге 2 ноября высадила и уже тогда была вся ровненькая целенькая луковичка вот это у нас осталось еще сэншую немножко и центурион вот и вот что получается что вот столько уже 2 высаживали и получили была вся луковичка хорошая а вот каким образом за 16 дней сколько вот лука где-то грамм 50-70 уже отошло вот и продолжаю его отбирать поэтому его нужно действительно высаживать на зиму до весны может не остаться в этом году 2019 очень много вот было различных грибковых заболеваний из-за различных погодных таких климатических природных явлений вот смотрите что происходит где-то было очень влажно вот туманы и вот это с влажными потоками переносится все вот эти грибковые заболевания с дождем и все попадает на растение и что я делаю чтобы обезопасить вот пожалуйста какой лук он тоже до весны не доживет вот такой же ни в коем случае не получится вот этот результат уже видно за 16 дней что произошло так вот чтобы обезопасить лук я этот лук помещаю уже мне на помощь приходит вот этот препарат фитоспорин который как раз его составляющие живые бактерии зеная палочка она живет себе и процветает при плюсовых температурах как только становится холодно она засыпает но снова же утеплеет и она просыпается она никуда не девается и очень хорошо ее отправить как раз в землю но в данном случае я сейчас вот этот лук вот отправлю в раствор делаю раствор вот такой крепенький вот крепкий раствор и сюда засыпаю весь лук и здесь он находится полчаса вот такой он после всего получается и теперь нужно идти будет высаживать но прежде чем я расскажу как я буду высаживать у меня еще одна грядка испытательная мы 2 ноября в козероге высаживали по между рядами сидератов масличная редька а сейчас будем просто заранее замочили грядку и покажу чуть позже но прежде чем мы подойдем на грядку вот еще очень важная вещь это как раз подкормочки удобрения это у нас борошно мясо костная мука и рыбная мука один к одному я перемешиваю и затем вот что я буду делать сейчас покажу вам обязательно вот это удобрение использую потому что она как раз если минеральное удобрение вот при этих перепадах температур она не работает или жарко или холодно в принципе результата нет никакого да и уже земля устала от удобрений хотя я мало их использую поэтому я перешла вот на эти органические удобрения и в данном случае буду использовать мясо костную а грядку на который буду садить перекопано и внесено зеленое удобрение еще две недели назад очень так это интенсивно все это делалось заливалось буквально сантиметр за сантиметром и земля насыщена хорошим набором именно органических удобрений вот эта грядка у меня как раз подготовлена для посадки озимого лука вот она уже увлажнена хорошо поэтому ничего не заливаю рядышком сидератами вот и здесь очень хорошо уже я сделала луночку делаю вот обязательно чтобы ровненько было вот такие веревочки натягиваю ну а теперь остается добавить удобрения вот оно мое удобрение и перемешанное удобрение вот так сыплю лунки присыпаю знаете это похоже на то как вот я хлеб делаю и сыплю на досочку вот ровно столько потому что смерить ровно невозможно поэтому где-то больше меньше все равно корневая система везде вот так вот присыпая корневая система должна иметь возможность получать потом доступ до этой органики вот и здесь уже теперь замоченные полчаса луковицы они стали вот темнее но и с другой стороны они напитались всякими нужными питательными веществами потому что как раз в этом фитоспорине м фитоспорин к кстати фитоспорин м тоже имеет питательную среду поэтому если нету к то используем м сенная палочка уже на луковичке поселилась и питательные вещества здесь тоже уже напитали луковичку так что на первое время у луковички будет энергия для того чтобы прорастать так как сегодня у нас уже 18 ноября лев убывающая луна для лука предназначено время лев покровительствует луку и чесноку поэтому я сегодня высаживаю вот даже пропустила одна луковичка мягкая я ее садить не буду с нее толку не будет внутри остались какие-то там проблемы мы ее оставим а вот эти луковички высаживаем на глубину 5 сантиметров вот и между ними потому что я знаю что этот лук озимый он будет такие большие головочки большая листовая масса между растениями высаживаю здесь у меня 15 сантиметров вот так вот весь этот лук это крупный лук это голландский лук центурион и вот так его все весь высаживаю и остается мне только его закрыть вот таким образом я закрываю влажная земелька и все будет очень хорошо ну вот лучок уже посажен здесь у меня центурион поместился далее будет сэншой между рядами вот по два рядочка здесь у меня 25 сантиметров получается а между двумя снова же двурядками между рядами здесь получается 35 сантиметров между ними даже 40 40 сантиметров вот и закрываю и вот на этом уже посадка озимого лука центурион завершена на канале раиса горяченко дача сад огород цветы было видео посвященное посадке лука как раз озимого лука в дни льва покровителя как раз луковых растений лука чеснока и это видео как раз второе потому что мы будем весной смотреть на результаты мы в козероге посадили 2 ноября и вот сегодня 18 ноября во льве уже убывающая луна увидим результат весной надеюсь на хороший результат всего вам доброго а